Пошли вторые сутки, как спасатели держат вахту у берегов Якановки. Единственная возможность попасть в населенный пункт – лодка. В субботу с 8 вечера начали разливаться ключи. Перемыло все мосты, проезды-переезды в самом селе Якановка. У людей посмывало, посносило заборы, потоплены частные подворья. Вода немного ушла, течение тоже не такое сильное, но ситуацию не исправить. Пока не сойдет полная вода. Галина Шорохова воспользовалась новым транспортом и показала нам фото, как разгулялась стихия в селе. Своими силами жители разгребали завалы под проливным дождем, чтобы дать дорогу воде. К концу выходных ситуация в Якановке стабилизировалась, а к лодочной переправе местные уже привыкли. Постоянно как затапливают, вот у нас лодочная переправа. Поэтому всегда МЧСники нас выручают. Когда сильное течение, здесь у нас даже амфибии сносило. Не только было в 2015 году, когда у нас даже амфибию саму снесло. Работа на этом направлении уже налажена. Администрация проверила, в селе грибников и посторонних нет. Поэтому в штатном режиме завезли дополнительную провизию в магазин и оповестили местных о времени работы лодочной переправы. С работы жители переправились. В 10 утра началась переправа. Переправили хлеб, самое необходимое, туалетная бумага, сигареты. Все довезли до магазина. Жители оповестили о том, что хлеб переправлен, все поехали приобретать. Все было хорошо организовано. В начале каждого часа ребята организовывали транспортировку людей. Сегодня вода опустилась на 10 сантиметров, говорят спасатели. Но этого недостаточно, чтобы открыть проезд для автотранспорта. Поэтому сотрудники МЧС и полиции будут дежурить у экономки до момента, когда движение по дороге для машин станет безопасным. Наталья Зайцева, Алексей Максимов, Телемикс. Продолжение следует...